МКР Медиа На который вышли мы в линейке молодежных, спортивных, культурных мероприятий, я имею в виду Омский регион, благодаря поддержке губернатора, правительства, отдельных министерств, общественных организаций. Ну, наверное, это вот такой очень мощный, хороший, патриотический посыл, который на сегодняшний день необходим, причем он необходим не только молодежи, он в целом как бы нашему обществу необходим, начиная с детей. Регистрация участников идет на сайте RussiaRunning.com. Спортивная программа марафона будет насыщенной и разнообразной. Спор на главной дистанции 42 километра и 195 метров пройдет в статусе Кубка России. Также бегунам предлагаются дистанции 3, 10 и 21,1 километра. Главных новшеств будет два. Время старта сместится на 8.30 утра и в трассу марафона вернулся участок, который будет проходить по территории Зеленого острова. Реконструированная его часть, широкая, удобная, ровная, совершенно тенистая дорожка Зеленого острова позволяет теперь нам принять участников на этой территории. Вот за счет того, что у нас трасса продлевается от улицы Кемеровской по набережной Тухачевского в сторону Зеленого острова, мы добираем те километры, которых нам не хватало для того, чтобы спрямить трассу марафона, избежать разворотов на 180 градусов. Соответственно, вот в той части города, где трасса у нас доходила до стадиона «Авангард». Уже известно, что в женском забеге выступит амичка Марина Ковалева. Еще одним важным событием пресс-конференции стала презентация «Экидена» – эстафеты на марафонскую дистанцию, которая спустя 10 лет возвращается в серию забегов «Сима». А оригинальность события в том, что основная часть соревнования пройдет по взлетно-посадочной полосе Омского аэропорта. Условия такие сложились у нас в 2022 году. Мы решили сделать это событие совершенно новым, интересным, уникальным. Стали в первую очередь, естественно, думать, а где, собственно, его провести. И оказалось, что у нас есть один объект, территория которого вообще идеально подходит для проведения «Экидена». Хотя объект не имеет никакого отношения к спорту. Более того, у него есть масса правил, ограничений, которые, казалось бы, вообще делают невозможным, что-то спортивное на этом объекте проводить. Тем не менее. Идею поддержал генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов. Он участвовал в пресс-конференции в режиме онлайн и сообщил, что большинство подготовительных вопросов уже решено. Соревнование возьмет старт 24 сентября в 19.30 по омскому времени. И к участию в нем пригласят 80 команд по 6 человек. До свидания. До свидания.